вечер добрый вечер добрый здравствуйте надеюсь что меня слышно да вижу пришел первый слушатель и можно начать урок здравствуйте кто пришел вот алекс здравствуйте добрый вечер и сегодня мы с вами поговорим о молитве у меня есть один знакомый человек у которого есть абсолютно твердая серьезная позиция что молитва и тем более добрый вечер а у кого-то утро до кого-то утро это нормально такой наш земной шар у кого-то вечер у кого-то утро и так вот я хочу проговорить про поговорить про молитву и есть у меня один знакомый человек у которого есть абсолютно четкая твердая позиции что молитва и тем более молитва в том виде в котором она существует сейчас и в котором она принята в религиозном мире вещь совершенно ненужная совершенно неправильная я хочу посвятить этот урок именно этому человеку но буду рада также и вашему активному участию я думаю что если человек не смотрит сейчас то может быть он посмотрит это в записи потом да буду рада ваше активному участию в этом уроке потому что таким образом может быть мы все вместе с нами поймем что-то чуть больше что-то выучим может быть даже что-то от вас я выучу так она всегда бывает евреи учиться вдвоем до фигрута один дает другому знания и таким образом мы все учимся и продвигаемся вперед и так я хочу попросить что сегодня наверное с моей стороны будет чуть больше вопросов чем я обычно задаю на нашей беседе я буду рада вашему активному содействию вашей помощи вашей вашему пониманию может быть да итак мы говорим с вами про молитву молитва это зеркало это зеркало того насколько я верю всевышнему представьте себе человек сидит у постели больного давайте не больного давайте что-нибудь намного более радостно сидит у постели рожающей женщины сидит и молится читает псалмы рядом с ним находится еще одна женщина еще одна кровать соседняя комната до или просто рядом и вот второй человек видит что жена у него рожает и он сидит молится отсидеть все время с книжкой все время что-то молится все время что-то читает он его спрашивает что что такое читаешь я молюсь я читаю псалмы говорит что и тебе это помогает у тебя рожает она мучается и больно ты читаешь псалмы может возьми что-то принеси да что ты сидишь тут читаешь попробуй тоже человек берет и сидит читает 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 ничего не происходит он говорит слушай ну вот тебе просто скучно тебе совершенно нечего делать так и сидишь читаешь лишь будете от ответственности лучше встань помоги ничего не почувствовал все он чувствует что это сплошное надувательство и так я хочу поговорить по причиной по тех причинах которые не дают человеку почувствовать молитву привязаться к ней понять ее и вот причины по которым можно сказать я казалось бы что я не молюсь первая из причин меня там наверху никто не слышит это то есть причин что я буду сидеть просто так считать и никто не слышит мои слова уходят в пустоту что я потеря времени вторая из причин я не верю что эта молитва работает ну и третья причина кто я такой чтоб всевышний ко мне прислушивался с одной стороны каждое утро мы говорим мы молимся утренние благословения говорим открывающий глаза слепым одевающий ноги освобождающие узников атаков ну и так далее и так далее и так далее многие во всяком случае наверно знают порядок благословения они молятся каждый говорит то же самое и тут надо понять самого утра до мы как бы наш разговор с всевышним начинается как мы как бы начинаем хвалить всевышнего да то есть какой ты делаешь это ты делаешь что ты даешь нам это мы его хвалим мы благодарим его за все замечательно чудесно и прекрасно если мы его хвалим значит что у нас все хорошо значит там уже ничего просить не надо если я буду рада если кто-то что-то напишет ответить на этот вопрос надо ли не надо просить если уже как бы все хорошо да молимся говорим отлично нас одеваешь нас поешь нас пробуждаешь заботишься об одежде обо всем замечательно давайте вообще поймем для чего мы молимся что такое тфила тфила это просьба и что-то такое да кому нужна молитва кому нужна этот фила кто может написать кому нужна тфила вижу пока никто не пишет кому нужна тфила да все здороваются но никто не знает кому нужна тфила нужно нам или всевышнему и еще нужно для всевышнему наше спасибо нас тут приходят замечательные чудесные люди обычно участвуют в уроках которые подкованным во многих вопросов так что не стесняйтесь пишите как вы это понимаете или знаете сказать тфила молитва это просьба или это наше спасибо всевышнему если у вас понимание что такое тфила что такое молитва я продолжу сейчас еще свои вопросы недостаточно этих вопросов для того чтобы мы поняли то что я хочу вам сказать да может ли кто-либо из вас честно и откровенно сказать что он каждый день молится молится вот так вот по-настоящему молится от души смотрю 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 так вот кто-то написал что это нам надо замечательно про молитву вижу никто не написал еще молится ли он и молится ли он честно по-настоящему я хочу сказать вам одну некую правду хотя мы знаем что правда навсегда для кого как с какой стороны посмотреть тем не менее хочу сказать что в этом мире нет практически таких людей которые бы молились сначала до конца да мы считаем что обязательные слова какие то то что там написано мы берем сидур и мы читаем обязательная молитва каждый день но случается так что наши мысли в тот момент когда мы это читаем когда мы молимся да назовем это слово молимся читаем молитвы наши мысли они уходят куда-то очень-очень далеко я бы вообще сказала что наше сознание оно просто раздваивается глаза смотрят на слова молитвы губы шепчут их а наши мысли наши мысли часто уходят куда-то уносит нас вообще в другой мир носит нас очень далеко и мы думаем про наши дела про то что мы куда-то опаздываем что мы должны успеть что-то сделать про что-то важное как ребенок нам сказала что что у нас лежит в кошельке и так далее так далее да то есть то что мы читаем это что мы говорим и то что мы думаем это разные вещи иногда мы вообще смотрим на еврея в синагоге смотрим он пришел быстренько отбарабанил быстро 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 сказал молитву иногда посмотрел телефон иногда даже что-то там ответил да и быстренько потом побежал по своим делам Молитва? Что это такое? С этого момента я хочу, наверное, вернуться уже к первым вопросам, которые я задала до этого. Хотя, наверное, вы, может быть, скажете... Что-то тут вылезает. Все время вылезает что-то. Может быть, вы скажете вообще некую вещь. Откуда такое, может быть, какая-то такая смелость говорить про такие вещи? Может быть, вообще вы скажете, следи за собой, не говори вообще про народ Израиля, кто как молится, да? Можете такое сказать? Абсолютно. Но дело в том, что то, что я вот сказала выше, это говорю не я. Так написано в Гморе. Так написано в Масахет Ба-Батра. Три нарушения делает каждый человек каждый день. И неважно, идет ли речь про праведника или про грешника. Для нашего урока, для нашей с вами беседы, нам важно только одно из них узнать. И говорится, это второе из них по очереди. Про остальные, может быть, мы поговорим с вами на других уроках. И мы говорим с вами про июн тфила. Вникание в молитву, осмысливание молитвы, проникновение в каждое слово молитвы, да? Направленность молитвы. Тосфуд говорит, что нет ни одного человека, кто бы смог это сделать. Звучит на самом деле, я бы сказала, даже страшно, да? Я не знаю, кто из вас может сказать про себя, когда он бы мог сказать, что он по-настоящему молился. У меня, наверное, в жизни было таких всего несколько раз. Один раз, когда я попала в Любовичи, может быть, я уже тут рассказывала, что я просто на несколько часов выпала из жизни. И действительно, каждое слово у меня было настолько направлено и пропитано. Это было что-то необыкновенное. Я хочу сказать, что там молитвы были услышаны. И люди, которые просили меня там помолиться, действительно вышли. Кто-то с мужем, кто-то просил с ребенком, да? Я молилась, и вот, слава Богу, там вот у моего сына родился ребенок, у которого не было 8 лет. И так далее. Но такие молитвы, вот такие молитвы с такой силой, во всяком случае, у меня лично, бывает очень редко. Умение вот так вот сосредоточиться на каждом слове, душой просить каждое слово, обращаться к Всевышнему, настолько ты говоришь лично с ним. Ты его просишь, и каждое слово, оно имеет значение. И каждый звук, и каждая твоя мысль, она обращена к Всевышнему. У меня лично таких молитв действительно было немного. Ну, тогда я хочу спросить, если гмора говорит, что действительно мы не виноваты, да, мы не виноваты в том, что так происходит. Гмора говорит, что нет ни одного человека. Мы не виноваты в том, что так происходит. Мы не можем в априори молиться по-настоящему. Так почему нам дано три молитвы в день? Да еще вообще не по пять минут. Кстати, Тос вот говорил еще полторы тысячи лет тому назад. И ситуация, вот про эту ситуацию, что как бы не могут, не могут люди молиться как надо. И прошло уже полторы тысячи лет, и наша ситуация вряд ли улучшилась. А я бы сказала, что она стала еще тяжелее. И, знаете, если мы возьмем как пример, когда я говорю, что она стала тяжелее, я думаю, что вы поймете, если я возьму как пример, что, допустим, мы смотрим с вами фильм 50-70-летней давности, и вы видите в этом фильме совершенно другой темп жизни, темп съемок, количество происшествий, как все происходит, да, на тот же самый отрезок времени, тот же там фильм, полчаса, час. Сейчас фильм, чах-чах-чах-чах, все быстро, все так и сяк, да. Раньше все спокойненько, под хорошую музыку, да, совершенно другой как бы боевик тогда и боевик. Сейчас это совершенно разные вещи, совсем другой разный темп жизни, да. И может быть, вам сейчас уже вообще тяжело смотреть этот фильм, потому что вы сами находитесь в другом, темпе. И наша реальная жизнь, она очень быстро меняется. Понятно, что если полторы тысячи лет назад Тос отговорил так, то теперь мы вообще находимся в каком-то особом таком, и да, не особом таком состоянии. И ощущение, что вот это прокручивание жизни, прокручивание кадров, оно убыстряется, убыстряется, убыстряется каждый день. Я не знаю, как у вас, но у меня, да, я чувствую, что год за три, теперь уже чувствую год за пять, и все, оно вот так вот быстрее, быстрее идет. Слова же, написанные в молитве, часто нам вообще непонятны. Они написаны на очень высоком языке. Даже часто для того, чтобы понять псалом правильно, что мы вообще читаем, о чем мы читаем, что вообще за псалом, какие-то странные вещи, что-то там продают. Не понимаю, да, я не понимаю. Нам нужна комментария. Так я возвращаюсь опять к вопросу. Что такое тфила? Что такое тфила? Это просьба? Ну, с нашей стороны, в нашем понятии, может быть, мы могли бы прийти к Всевышнему и попросить его раз в месяц или только в Рошешана, или только в Йон-Кипур. Кстати, молитва в Йон-Кипур и в Рошешана лично для меня, я не знаю, я во всяком случае чувствую необыкновенную близость к Всевышнему всегда. Это действительно необыкновенный день. И хотя я тоже не могу сказать, что каждое слово и мысли у меня не убегают и так далее. Это в такие дни, когда ты сосредотачиваешься и весь день вот как бы уходит только на это. Что же говорить про каждодневные молитвы, что когда у тебя работа, дети, у тебя обязательства и так далее, и так далее. С нашей стороны, могли бы прийти вот раз в году или там по праздникам. Почему нужно молиться три раза в день, каждый день? Может быть, нам было бы достаточно сказать «Папа, благослови меня, благослови мою семью, кому надо, могу сказать, благослови мой бизнес». Почему надо просить об этом каждый день три раза в день? И как случилось, что молитва стала такой длинной? Для чего надо каждый день прочитывать длинную книгу с молитвами? У кого-нибудь есть ответ? Я с удовольствием посмотрю. Все здороваются, это замечательно. Окей. Даже из Харькова привет. Итак, если у вас есть ответ на этот вопрос, я тоже с большим удовольствием его прочту. А пока я вам скажу одну простую вещь, что по таре, по таре, то, что написано в таре, совершенно не надо так долго молиться. Рамбам говорит, что нет определенного время для молитвы. Нет определенных слов и даже нет определенного количества раз, когда и что ты должен говорить. Если один человек, он очень любит говорить, и когда ему плохо, он пойдет и расскажет, и расскажет, и расскажет, а второй человек, он мальчливый, и ему тяжело вынимать из себя слова. Каждый человек по таре, по тому, как пишет трамбом, может молиться каждый день, каждый, да, то есть не раз в месяц, как мы говорили, и так далее, своими словами скажи, что хочешь вселишним. Раз в день подними глаза, подними глаза вверх и скажи, папа, папа, спасибо, я тебя благодарю за все, что у нас есть. Хочешь, попроси что-то, что тебе надо, да. Так было в первом храме. Вот тот человек, про который выравнивали, в первом храме было так, что вообще придумали, почему, почему вы вот сидите и читаете каждый день одно и то же в этих книгах. Откуда взялись эти длинные молитвы? Сказано, что когда мы вернулись из Вавилона, из Вавилонского изгнания, у нас не было языка, на котором мы можем молиться Всевышнему. Мы были рассеяны, и к дуле и турам стали думать, как объединить нас народ, который был кто-то в Персии, кто-то там, кто-то сям, Россия, да, и каждый говорил на своем языке. И практически сейчас, когда возвращаются в Израиль народы со всего мира, мы понимаем то состояние, которое было тогда. не было одного языка, как проводить работы, как проводить молитву к Всевышнему, как людям обращаться к Всевышнему. И тогда Рамбам так говорит, что Эзра Асуфер пришел на помощь и построил молитву из 18 благословений. После этого со временем Талмидей Хахамим сочли правильным добавить благословений в нашу молитву. И со временем действительно молитва выросла до того, какой она находится, какой она сейчас. Утром мы можем потратить мужчины до 50 минут и час и так далее перед работой. Ну-ка, добавили Талмидей Хахамим, знали, что добавить, дали нам возможность начать с уважением обращаться к Всевышнему. Почему три раза в день? Почему три раза в день? Почему мы должны быть такими нудниками? Может быть, я дам вам одно такое краткое объяснение, но если у вас есть, пишите, я вижу, никто не пишет, никто не пишет объяснение, да? Хотя, если бы у нас было больше времени, может быть, мы разобрали подробнее, я думаю, что материал не очень легкий и не каждому просто ждите это слушать достаточно долго, но что делать, иногда к тому учим Тору, оно действительно требует некого напряжения. Я хочу спросить вас, может быть, кто-нибудь из вас родился в семье, где было принято дома кушать три раза в день. Завтрак, обед и ужин по часам, да, как в городских семьях, ровно восемь завтрак, в час обед, шесть ужин, все по звоночку, все вовремя. Были ли у кого-нибудь такие законы дома, такие обычаи дома, все по времени, все по часам. Скажите, пожалуйста, зачем мы кушаем? Зачем мы кушаем? Для чего мы с вами потребляем пищу? Наверное, потому что Всевышний создал наше тело таким образом, что нам необходимо его чем-то заправлять, чем-то его кормить, чтобы вырабатывалась энергия, чтобы мы просто были живы. Так вот, одно из объяснений, оно, это не единственное объяснение, но одно из объяснений говорит о том, что еврейская душа тоже нуждается в подкормке и в подпитку. И эту подкормку и эту подпитку дает нам общение с Всевышним. если во времена первого храма люди были на очень высоком духовном уровне, им было достаточно прийти один раз в храм, попросить раз в день, попросить, да, а были на таком высоком уровне, что им даже и в храм не надо было приходить, они жили далеко, и этого было достаточно. Мы с вами находимся совершенно на другом духовном уровне. И нам необходимо для того, чтобы у нас была прямая связь с Всевышним делать вот этот завтрак, обед и ужин, прийти на диалог с нашим папой, с папой умным, добрым, с папой заботливым, с папой понимающим. в нашем Хумаше рассказывается о четырех праматерях, о наших праматерях, о четырех женщинах, и у всех у них были проблемы забеременеть. Каждая из них буквально вымаливала своих детей. И знаете, я знаю, насколько это тяжело. У одного из моих детей восемь лет не было ребенка. И я знаю, насколько это тяжело, насколько это душевные травмы. Я знаю, насколько моя невестка молилась, мой сын молился, мы все за них молились. Это настолько непростая вещь. И мы видим в Хумаше написано, что у всех женщин того времени это вышло замуж, у нее родился ребенок, это вышло замуж, у нее родился, у всех дети рождаются как само разумеющийся, один за другим подряд, и все идет как-то очень легко. У наших матерей есть проблема, практически все они везде, они не могут забеременеть. И Всевышний обещал Аврааму, что потомство у него будет бесчисленное, но у наших матерей ничего само собой не получается. Тут по-моему приходит очень простой вопрос в голову, который мы спрашиваем Всевышнему, ты обещал нам, почему ты не или даешь с такими большими усилиями, почему надо прикладывать такие большие усилия для того, что ты дал то, что ты обещал. Медраши, что Всевышний хотел, чтобы они просили. Вообще дикая ситуация, представляете? Ты работал, тебе твой работодатель обещал некую зарплату, проходит месяц, должен получить эту зарплату, может быть, даже очень приличную зарплату, но работодатель, твой работодатель тебе ничего не дает, и ты бегаешь к нему, и ты просишь, и ты просишь, и ты просишь. Ну, правда же, ощущения очень неприятные. Ты мне обещал, почему я должен у тебя просить, зачем? Но представьте себе, что человек, богатый человек, у которого абсолютно всё есть, сможет ли он ценить то, что он получает от Всевышнего. Я вижу семьи, где, если мы приводим пример с бездетностью, где дети приходят один за другим, и отношения каждый очень любит этих детей, однозначно очень любят, и тем не менее отношение к детям немножко отличается от того долгожданного первенца, которого ты вымолил, которого ты выпросил, который ты выпросил из самой глубины сердца. надо понимать, что каждому из нас должно просто не хватать общения с Всевышним. Всевышнему важно, чтобы нам не хватало именно общения с Ним, присоединения к Нему. Он нам всё уже выписал, Он выписал нам наш чек, Он обещал Аврааму, что будет много детей, и казалось бы, помолиться, не помолиться, должен дать, обязан дать, но Всевышнему надо, чтобы мы хотели прийти к Нему. Надо, чтобы создалась такая ситуация, что нам самим не хватало общения с Всевышним. Ещё одна вещь, которую я хочу сказать, это про людей, которые могут сказать, что я прошу Всевышнего, я молюсь, я попросил у Всевышнего миллион. Каждый день, честно, прихожу в синагогу, прошу, дай мне миллион. Я три раза в день прихожу, говорю, дай мне миллион. Почему он мне не даёт? Я у него попросил миллион, я хочу миллион, мне надо что-то построить, мне надо что-то сделать, я хочу куда-то уехать, я его попросил, он мне не даёт. Ну что, я буду ему верить, да, то есть какой тут вообще договор? Я пришёл попросить, Молитва – это просьба? Пожалуйста, я пришёл попросить. Папа, который меня любит? Пожалуйста, я пришёл попросить. Надо понимать, что наша молитва, наши слова, наше общение с Всевышним, оно создаёт некую новую действительность. Действительность, на основании которой изменяются вещи, которые нам положены. При этом есть очень интересная вещь, что мы просим. Мы не знаем иногда, мы просим что-то, мы совершенно не понимаем, что иногда просим что-то плохое для себя. Поэтому всегда советую просить, чтобы Всевышний дал нам только то, что нам полагается, что хорошо для нас. Но есть ещё такая вещь, что наша просьба может сработать не сейчас, и не завтра, и не через несколько лет. Наша просьба может сработать в другом Гильгуле. В следующий раз, когда наша душа приходит в этот мир, наша просьба срабатывает и даёт нам ответ на то, что мы просили. Я хочу вам, наверное, закончить наш урок, который уже длится больше времени, чем, как всегда, я немножко длиннее делаю, чем просили. Хочу рассказать вам небольшой сипур про Ребе Шмуль Илезера. Его считали в его городе абсолютно полоумным и никчёмным человеком. Он ходил с длинными волосами, никогда ни с кем не разговаривал. А когда его спрашивали о чём-то, то он просто опускал глаза к земле и улыбался. Только одна его жена знала, что он один из величайших праведников поколения. Но он одержал эту тайну в себе. Кстати, жёны часто знают намного больше, чем знают все окружающие. И от того, как жена относится к мужу, зависит действительно, каким будет этот человек. Так вот, дни и ночи этот Реб Шмуль проводил за изучением Торы. Он писал комментарии к Талмуду. И ночью, чтобы учиться и не дай бог не заснуть, что он делал? Он привязывал свои волосы, верёвка, у него были длинные волосы, да, он привязывал их к балке потолка. И когда у него закрывались глаза, голова чуть-чуть опускалась, бах, волосы, его дёргали, он просыпался. В том же городе жил другой человек, Шамаш, который молился каждую ночь, он ходил и читал Тейли. Он закрывал синагогу на все замки и молился. И вот в одну из ночей, когда он так молился, как он привык, случилось, что он заснул. И к нему приходит во сне очень странный человек, одетый в очень странную одежду. И спрашивает, не скажешь ли ты мне, где живёт здесь великий праведник Рэпшмоль? Слушка очень удивился, чё это к нему пришли, спрашивает, вообще, это же сумасшедший! Что к этому сумасшедшему можно прийти, что про него можно узнать? Он объясняет ему, где он живёт. Думает, утром, наверное, мне приснилось. Не могли же прийти спросить про этого человека вот такие вот вопросы. На следующую ночь то же самое, он закрывает дверь, он молится, и так далее, и так далее. Приходит к нему опять, он опять задремал, приходит к нему опять другой человек. И опять спрашивает, где Рэпшмоль? Ничего не понимаем. Теперь он идёт и показывает, и рассказывает, где Рэпшмоль, где живёт Рэпшмоль. То же самое происходит третью ночь. И тут он совершенно не представляет, что происходит, его вводят это в полное недоумение. И он спрашивает вот этого человека, который к нему пришёл. Расскажи мне, пожалуйста, что здесь происходит, кто ты такой? И тут ему гость отвечает, что первый человек, который к тебе приходил, это был царь Шауля. Во вторую ночь тебя потревожил царь Давид, а я пророк Ильяу. И чтоб тебе было известно, что до сих пор не закончен на небесах суд над царём Шаулем, и нам необходимо присутствие Рэпшмоль для того, чтобы решить. Вот как он решит, так и будет. Так небесный суд и утвердит. Вот мы, царь Шаулем, царь Давид, ждём его ответа. Конечно, этот Шамаш совершенно не мог прийти в себя, он побежал к Равину, он рассказал, что вот этот сумасшедший Рэпшмоль оказывается великий человек, оказывается большой праведник, человек, который своими молитвами, своей учёбой мог сделать так, что что-то изменилось в том, что было когда-то. Это удивительная вещь, наша молитва. Мы, евреи, можем менять то, что есть сейчас, то, что будет вперёд, и то, что было когда-то. Поэтому, прежде чем говорить то, что говорил мне человек, про который я рассказывала с самого начала, что зачем это молиться и кому это нужно, взвесьте. Хотите ли вы изменить этот мир к лучшему? Хотите ли вы изменить свою жизнь к лучшему? Хотите ли вы изменить то, что будет с вами, с вашими детьми, с вашими внуками, а может быть и с вашими бабушками и прабабушками? Я надеюсь, что вы почерпнули некую интересную информацию для себя, каждой своём. И я буду всегда рада ответить на ваши вопросы. И с Божьей помощью до встречи на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok